Всем большой привет! Вот и подходит к концу очередной, уже третий. Только представьте, как летит время сезон подкаста «Вся соль» — клубного подкаста футбольного солигорского шахтера, в котором мы, два автора, Виктор Володько и Егор Колесник, вместе с нашими игроками, тренерами и специалистами рассказываем о жизни клуба не только на зеленом газоне, но и за его пределами. И если мы не сбились со счета, то сейчас вы будете слушать 72-й эпизод подкаста «Вся соль». Вы — это наши любимые болельщики, которые остаются с командой и во времена, когда ярко светит чемпионский кубок, и в те времена, когда сумерки поражений сгущаются над солигорскими терриконами. За вашу преданность большое вам спасибо! Ну и этот выпуск подкаста мы решили сделать не совсем обычным. Виктор расскажет вам подробнее о сегодняшнем формате. Виктор, привет! Да, Егор, привет! И когда, как не сейчас, за несколько суток до 2023-го подводить итоги года уходящего и уже строить планы на новый сезон. Мы подготовили для наших болельщиков перспективу сезона 2022, который был разным по настроению, но именно из этой разноцветной атмосферы сложился очередной футбольный год для Саленгорска. Итак, итоги года в аудиоподкасте. В минувший футбольный год солигорский «Шахтер» входил амбициозно. Дважды подряд чемпион, потенциал на внутренней арене и в Еврокубках. Плюс команду возглавил молодой перспективный тренер со своим новаторским взглядом на футбол. Иван Биончик, который сезоном ранее мощно пошумел со своим гомелем и по итогам 2021 года был признан лучшим тренером страны. Но стартовали мы, мягко говоря, не по-чемпионски. Легкая пощечина от главного нашего антагониста. Бате в суперкубке, а в чемпионате после пяти туров Салегорск имел отставание от Борисова в 9 очков. Веселого и бодрого настроения на старте сезона это не добавляло. Изменения не заставили себя ждать. Нельзя ли вспомнить конкретно ваш сезон с Горбером? То, что вы сделали с командой. Правда, нравилось многим футбол, в который команда играла. Насколько получилось внести ваши принципы тренерские именно в работу с «Шахтером»? Ну, все поступательно. И, знаете, откровенно говоря, я не хотел бы вообще говорить про прошлый год, про прошлый год свой или вообще в каком-то контексте прошлого года. Есть нынешний год. И сказать о том, что что-то получается, что-то не получается, конечно, получается. Но, может быть, не так, как хотелось бы, чтобы это происходило быстро. Но любой процесс цикличен, скажем так. И на все надо время. И время, чтобы и закрепить, и реализовать. И, скажем, сегодня время непростое, и непростое ковидное время. И, конечно, есть влияние болезней на подготовку. Я думаю, это любая команда с этим столкнулась. Соответственно, кто-то выпадал. И, скажем так, мы в динамике, мы в движении. Это здорово. Сезон начинали с Иваном Биончиком на Тревесской скамейке. Но уже после трех туров, в начале апреля, было объявлено о расставании с молодым коучем и о возвращении в Саленгорск Сергея Ташуева, с которым городники уже завоевывали трофей Кубок Белоруссии в 2019 году. Первый тайм. Просто, как думают, а были ли? Может, другие футболисты вышли какие-то? Только майки одели. Видимо, такая сегодня составляющая и психологическая первая очередь команды манерно-эмоциональная, моральная. Она и внутри есть. Я, конечно, не буду говорить о чем-то и выносить то, что у нас происходит в раздевалке. Но она такая, к сожалению, сегодня, как говорят, серемяжная правда, что где-то эмоциональный фон, такой достаточно своеобразный, с таким я не сталкивался еще фоном. И моя задача сегодня привести именно эти эмоции, направить в нужное русло. То есть в правильный футбол, раскрепощенность, чувство партнера, чувство локтя, ломает друг другу. Ну, у нас есть команда сейчас собрана индивидуально достаточно сильная. А вот именно структуры, системы и команды действий. Три дня они были, когда они вместе работали. А выйдя на поле, к сожалению, она потерялась. В тот момент для меня очень важно сбалансировать составляющую эмоциональную, психологическую. Ну, ясно, что сопутствующие моменты футбола – это и работопособность, и тактические моменты, и дисциплина, которая явно хромает игровая дисциплина на поле. Мы сегодня объявили, что мы будем делать собрания из-за нарушения игровой дисциплины и так далее. Мы будем жестко штрафовать. Потому что пока на увещевания, на уговоры, вроде так говоришь футболисты, они все понимают. А по факту, к сожалению, пока выход другой. Поэтому, возможно, картина, она проясняется все больше и больше. Но дальше уже как бы некуда. Надо где-то включать рычаги. Они подключены. Надеюсь, что мы с этой ситуацией справим. И этих футболистов, индивидуально хороших футболистов, молодые ребята интересные есть. И ребята белорусские футболисты, опытные, известные. И иностранцы интересные ребята, в том числе молодых много. Надо все-таки как-то собрать их в одну такую структуру, которая бы правильно сидела на поле и достигала большого успеха. Смена главного тренера отразилась на результатах. Медленно, но уверенно желто-черные карабкались вверх по таблице. И к концу июня команда расположилась на четвертом месте в шести очках от лидировавшего тогда БТ. Но, как обычно, в это время года наши взгляды смещались в другую сторону. Но, как обычно, в это время года наши взгляды смещались в другую сторону от таблицы внутреннего первенства. Мы с нетерпением ждали жеребьевки квалификации Лиги Чемпионов. И искренне надеялись, что ошибки прошлой Еврокубковой кампании учтены. И на эту Лигу Чемпионскую квалификацию мы смотрели, пусть со скромным, но все же с оптимизмом. И в первом квалификационном раунде жеребий из корзины сеянных команд определил нам в соперники крепкий славянский Морибор. Команду с богатым Еврокубковым опытом, регулярно участвовавшую в групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Результат первого матча 0-0 оставлял Шахтер в игре. И на ответную встречу над ставшим домашним для нас стадион Сакарии Ататюрк команда отправлялась с хорошим настроением. Но выше головы не прыгнули. 0-2. И мы отправлялись испытывать удачу в Лиге конференций. К слову, этот вылет стал восьмый подряд в стартовом раунде для белорусских клубов в Еврокубковых кампаниях с тех пор, как в 2020 году Брестскому «Динамо» удалось пройти Астану в первом раунде квалификации Лиги Чемпионов. Итак, дальше получаем шанс в Лиге конференций. Но печальная карма первых раундов в Еврокубках для нашего солигорского шахтера продолжилась и там. Вылетели от румынского клужа. 0-1 по сумме противостояния. Конечно, копаясь в причинах такого выступления в нынешнем году, можно вспомнить и травмы ключевых игроков, и сложную логистику. Но вновь вылет и аж 12-й матч подряд без побед в Европе. Зальем шампанским весь город, когда разрушим в осколки это проклятие. А пока Еврокубки последних лет вспоминать, ну уж очень горько и уж очень не хочется. Ну, мысль одна, расстроены. Мы расстроены поражением и хотели выиграть. По игре упертаем играли не свойственно на футбол. Свалились на какую-то отбойную игру, длинные передачи, много борьбы. Задача была мяч контролировать, владеть мячом, то есть играть тот футбол, который мы. И тренируем, моделируем. Почему-то так случилось, что команда свалилась на другой футбол. Возможно, нервонапряжение какое-то, даже невозможно, так оно и есть. Мы совсем с ним справились и, в конце концов, совершили ошибку и пропустили. А второй тайм постараюсь ребят переуспокоить, чтобы играть тот футбол, который мы хотим. Ну и, в принципе, он был более качественным, создали моменты. Не забили, удача больше способствовала для хозяев. Они реализовали момент, сколько мы в свои моменты реализовали. Ихний вратарь сделал разницу сегодня? Так, он делал свою работу. Он был вратарем, который выучал. Что вы думаете на этот день про черев, про футбол, про команды? Ну, ожидаемый футбол, это силовой стиль игры, много передач, подборов и игра флангами. Фланги, 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 доставки. То есть, как бы, прогнозируемая игра, мы изучали соперника тщательно. То есть, как бы, что-то новое соперник не дал, хотя вышли футболисты в составе новой, некоторые игры усилили. Я пока не буду назвать, кто естественный. А так, в целом, команда узнаваемая, мы ее знаем хорошо, изучили их тщательно. Тот футбол, который они хотели, они в него играли. Возвращаемся на родину, и там, в середине чемпионата, на котором мы теперь и сосредотачиваемся, тоже немножко нервно. Энергетик, один из главных наших конкурентов, выходит на первое место в турнирной таблице. Студенты наводят шумо по внутреннему первенстве. Рядом Минская Динамо, рядом Баты. Но, как известно, мы не должны были оглядываться на кого-то другого, смотреть только на себя. И нас ждала сложная борьба вплоть до последнего 30-го тура. И здесь я бы предложил остановиться на некоторых персоналиях нашей команды и акцентировать внимание на некоторых любопытных моментах. Например, после безуспешного юротура из Шахтера уходит наш главный Голиадор, Дэмбо Дарбо. Но в то же время Максим Скавыш преодолевает психологическую отметку в 100 голов в чемпионате Беларуси. И мы надеемся, что у нашего форварда прорвет и дальше. Макс становится главным нападающим желто-черных. И до конца сезона в очередной раз доказывает свой высокий класс. К слову, Максим Скавыш стал героем нашего предыдущего эпизода. И там он более детально рассказывает о своих эмоциях в тот отрезок футбольного года и о психологическом барьере, который настиг его на отметке в 99 забитых мячей. Предлагаем послушать, если вы еще не сделали это. Двигаемся дальше. А вот я бы хотел остановить наш взгляд и на Игоря Ивановича. Сербский вингер провел свой самый результативный сезон в карьере. На секундочку, 26 матчей в сезоне и 7 плюс 6 по системе гол плюс пас. И к тому же стал лучшим полузащитником чемпионата. И, конечно, сегодня мы не можем не упомянуть и о ярком открытии этого сезона. Комфортно ли тебе, когда тебя вызывают на тренировку в основную команду? Да, очень приятно, комфортно. Потому что все пацаны поддерживают. Ну да, есть, которые пихают. Без этого никак. Один раз напихали, другой раз похвалили. И не надо, если напихали, надо отчаиваться или что-то еще. Всегда тренируйся, тренируйся и все. Работать, работать. То есть, если не тебе напихают на двухсторонке, еще там 6 голов можешь привести? На самом деле, это конкуренция очень серьезная. Если посмотреть по именам, два лучших футболиста Беларуси последних лет. Скавыш Соловей. Дарба, который забил в прошлом году больше всего голов в чемпионате Беларуси. Но двукратные подряд чемпионы Беларуси. Двукратные подряд чемпионы. Да, то есть, тут понятно, что есть и чему поучиться. И, наверное, вот так вот сразу требовать. Ах, ты забил 39 за дубль. Ну-ка, давай-ка штук хотя бы 20 тогда за основу. Ну, наверное. Только что вы слышали отрезок из нашего подкаста, когда в гости к нам приходил Егор Карпицкий, который в уходящем году отпраздновал свое 19-летие, но уже всерьез воспринимается полноценным, крепким игроком клуба чемпиона. У Карпицкого в чемпионате 2022 3 плюс 2 по гол плюс пас всего за 395 минут игрового времени. Хотя любопытно, что сезон нападающий начинал в Петриковском шахтере. За 8 туров забил 10 мячей, за что Сергей Ташуев перевел форварда в первую команду. Главный тренер Петриковчан Станислав Суворов негодовал по этому поводу. Считал, что в Солигорске Карпицкий сядет на лавку вместо стабильной практики в первой лиге. Но все получилось оптимистичнее. Егор получал игровое время и при Ташуеве, и при сменившем его Миличе Чурчиче. Нападающий, способный закрыть любую позицию в атаке, в последнем туре и вовсе стал игроком стартового состава. Всего форвард принял участие в 16 матчах. Егору желаем только удачи впереди, мы в него верим. Абсолютно поддерживаю твои пожелания, да и в целом индивидуально наши футболисты проявили себя в этом сезоне отлично. Статистика не врет, по суде сам Мила Шаттера лучший игрок высшей лиги по инстат индексу. А в топ-15 и вовсе аж шестеро футболистов нашего шахтера. Классный результат, хотя с другой стороны кто-то может расстроиться из-за невысоких голевых показателей игроков. Так, никто не преодолел отметку в 10 голов. Макс Кавы забил 9. Илья Черняк и Игорь Иванович по 7. Дальше Дмитрий Подстрелов. Конечно, после прошлогодних фееричных галеодорских успехов Дембо-Дарбо, это не самые впечатляющие индивидуальные результаты. Но главное, как любят повторять наши футболисты, это не личные заслуги. И главное, что титул остался в Солигорске. Илью Черняка отметил бы отдельно. Парень провел первый полноценный сезон в высшей лиге. И по ходу чемпионата стал важной частью основного состава. К 7 забитым мячам плюсуем и 6 результативных передач. Ну что ж, давай возвращаться в самый напряженный отрезок сезона. Последняя треть чемпионской гонки. В 17-м туре Солигорский и Шахтер обыгрывают Днепр, нанеся самое крупное поражение в истории Могилевского клуба. 7-0. Таким образом, мы побеждаем на протяжении 4-х матчей в чемпионате Белоруссии. Разница забитых и пропущенных мячей 13-3. На тот момент команда занимает второе место, имея в активе столько же очков, как и у Бате. 33. Однако, у нас был матч в запасе. И потом случилась, безусловно, одна из наиважнейших побед в сезоне и с точки зрения турнирной гонки, и с точки зрения психологии. 2-0 над принципиальным соперником Бате, когда Шахтер показал одну из своих лучших игр в сезоне и вернулся на первую строчку таблицы высшей лиги. Но стоит сказать честно, что ненадолго, потом вновь началась нервозная обстановка. Неудачная серия домашних матчей, и мы вновь пропустили энергетик БГУ на вершину таблицы. И тут приходит новость, которая могла серьезно пошатнуть наш чемпионский запал. В конце сентября Сергей Ташуев принимает решение покинуть Шахтер и уехать в Ахмат. Его пост принимает далеко не новый человек в тренингском штабе, Милич Урчич, он был помощником Ташуева. Как вы поняли после бесед с нашими футболистами, да и собственно впечатление у нас оказалось таким же. Ребята с удовольствием работали под началом Милича и продуктивно тренировались, делали все, что нужно на этом важном финишном отрезке сезона. Но нервов добавилось. Для исполняющего обязанности Чурчича все началось не так гладко. Минская Динамо дома обыграла Шахтер. Эта победа, к слову, стала первой домашней победой для Миличан аж с августа 2015 года. Первой домашней победой над нашей командой имеется в виду. Туром ранее еще под руководством Ташуева мы уступили дома еще одному конкуренту энергетику БГУ. Сами понимаете, турнирная инициатива ускользала из наших рук. Добрый день всем. Первое, моя должность, поздравляю соперника с победой. Поэтому, что сегодня они выиграли. Я думаю, что первый тайм у нас на 44-й минуте был 100% момент. И если там забьем, меняем игру. На перерыве сказал футболистам, что надо быть в центре поля над Южем. Поэтому, что поле так же как есть. Ошибали себя перво в центре поля. И также сказал, что у Штрафной Бакиевич, сами лучи нападающие в Беларуси. Такое точно хорошо в Штрафной. Но, к сожалению, пропустили. Что, двигаемся дальше. И у нас были моменты, у нас не получило сегодня в атаке, чтобы забили угроза соперника. Я работаю 8 дней с командой. И стараемся, чтобы лучше было каждый день. Сегодня нам не повезло. Могу так сказать свободно. Мы стараемся, чтобы контролировали игру и стараемся через пас играть. Но сегодня на этом поле хотели чуть-чуть променять систему. Поэтому надо играть на длине передачи. Но, что могу сказать еще раз. Еще раз поздравляю соперника с победой. А нам надо 8 игр, чтобы эту плохую реализацию и две игры уже поиграли. Это плохо для Шахтера. У нас самые высокие задачи. Надо двигаться вперед. В разговорах о любой команде нельзя обойти стороной и характер. Его проявление, проявление воли порой заслоняет с собой чисто футбольные аспекты. Наиболее яркой точкой приложения этой воли стал домашний матч 24-го тура с футбольным клубом «Минск». До 83-й минуты мы уступали 0-1 и «заверши матч так» наверняка могли бы попрощаться с мечтами о третьем подряд золоте. Но Сергей Политевич и Никола Антич, кто как не они, переворачивают игру всего за каких-то 3 минуты и отправляют команду навстречу чемпионскому титулу. Лишь одна ничья в 7 следующих матчах и заслуженное первое место. Но это легко говорить сейчас, а ведь соперники тоже не плашали. Как и в валидольном чемпионате 2020, завоевание трофея было отложено на последний тур. Хочется верить, что футбольный бог сделал это специально для того, чтобы болельщики увидели триумф воочию, когда горняки на переполненном строителе разгромили Белшину. Золото чемпионата Беларуси вновь достается нам, Солигорску. Ну и завершаем наш специальный эпизод подкаста мостиком в год следующий и сезон предстоящий. В столицу белорусских шахтеров возвращается Алексей Бага. Контракт с тренером рассчитан на 2 года. Алексей Анатольевич уже возглавлял нашу команду в конце сезона 2021. Под его управлением шахтер одержал 8 побед в 10 матчах и досрочно стал чемпионом. И, конечно, нас не может не радовать такой локальный патриотизм. Станислав Суворов, который был главным тренером в нашем фарм-клубе, шахтер Петриков, который не раз был у нас в подкасте и за карьерой которого мы с большим трепетом и интересом следим. И вот он вместе с Валерием Тарасенко будет помощником Алексея Баги в основной команде. Прямо как в концовке 2021 года. Держим кулаки за тренерский штаб и желаем удачи. А следующая наша аудиовставка не нуждается в дополнительных комментариях. Уж очень она разрывает каждое желто-черное сердце. Спустя 4 года в Солигорске нашу команду покинул Никола Антич. Давайте еще раз вспомним его искреннюю и трогательную речь на встрече с болельщиками после окончания сезона. Спасибо, что пришли. Я думал, что будет и побольше. Но ничего страшного. Вы верили нашим болельщикам. Так что и мы в вас верим. И много спасибо вам, что приезжаете, что смотрите игры, что стараете се поддерживать нас. И так же на 100% это выполняем. Три года потребно выигрываем чемпионство. Так что, когда приехал, я сказал, что мы должны здесь с этим ресурсом и подбором игроков в Секрай. И можно сказать, что с этим подбором здесь с этим ресурсом мы должны попасть в Еврокубок. Это не получилось сын. Из многих причин я надеюсь, что это будет на следующие пару годов. Да, все, что именно я сказал, что мы здесь вместе с Ауева. И я очень рад. Говорю и повторяю еще раз. Надеюсь, что шахтер будет попасть в Еврокубок. Будут следить, будут болеть, будут приходить. Конечно. Что еще хотел бы сказать? Ну, мне не нравится это, как я сказал, оплату зарплату. Потому что футбол – это спорт самый лучший в мире. И его должны раскрывать всегда. И с Ауна, я думаю, с этим он только пойдет. И идет ниже в этой стране. Я думаю, что футбол побольше людей смотрит, чем хоккей или какой-то другой. При всем уважении. Так что мы надеемся, что здесь будет получше задать вопрос. И думаю, что Либия будет улучшаться. Так, как Батэ раньше играл Евгокуков. Я хочу, чтобы тачка шахтера был. Так что все, что я хотел, да, 4 года здесь очень прекрасно. И это дальше, и это не дальше. Так что спасибо всем за все. На этом все, будем заканчивать. И будем довольно краткими в конце. Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за весь этот сезон, что вы были с нами, были вместе с подкастом, были с футбольным клубом Шахтер Солигорск. И очень надеемся, что следующий год принесет куда более яркие эмоции, нежели это было в 2022 году. Потому что золото чемпионата, оно всегда радует. Но вот чего-чего, а Еврокубковые достижения Солигорскому Шахтеру пока немножко не хватает. Мы будем искренне ждать. Мы искренне поздравляем от лица нашего подкаста всех с наступающим Новым Годом. И пусть только самое яркое, доброе и мирное будет окружать вас в следующем 2023 году. Всем пока, и большое вам спасибо, болельщики Солигорского Шахтера. Ну, я скажу, что целую неделю какая-то такая нервозность в воздухе присутствовала на тренировках во всем, потому что все понимали значимость этого матча. Футболисты уважают друг друга и работают профессионально. И мы знаем, что нам надо работать, если хотим быть чемпионом, стать чемпионом, то нужно выиграть каждую игру. Поэтому мы сделали нашу работу как надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Честно, я был прям в восторге. Мы даже когда подъезжали еще только на игру, и мы увидели уже это, люди стоят уже это, и я почувствовал кусочек Европы вот такой вот, и хочется, чтобы было так всегда, чтобы люди приходили. И, естественно, вот вдохновение это идет, такое ты черпаешь, люди тебя поддерживают. Для меня в футболе есть шоу, чтобы молодчики пришли, и чтобы видеть красивый футбол. Красивый футбол, есть четыре гона. И то, что ладно, атака, атака, атака. Он еще верный, как у меня желание било. Пирог так тоже не понравился, мы понимали, на душу других еще были силы, я напоминаю, что нужно продолжать поступить свою линию. В первом тайме создавали моменты, но просто не смог их забить, потому что хотелось, даже так разговаривали, хотелось уже побыстрее забиться, решить, чтобы, скажем так, пар немножко вышел, но не получалось, какая-то легкая нервозность была. Но у нас команда опытная, не была готова. Возошли в разговор, поспокойно, все продолжаем, у нас все пойдет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ваше, это ваше, это ваше. Наши болельщики сегодня, они были вообще, это для меня я удивлен с таким настроением. Плюс, 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 плюс. Поблагодарю своим футболистам, конечно, это нечто, потому что они очень серьезно заработали после 12. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok